Я вообще не жалею то, что я бросила гимнастику, потому что в танцах я могу раскрыться. Я не могу как робот в гимнастике, но там обязательно нужен элемент, прыжок. Тебе говорят то, что ты делаешь, но там именно определенные рамки того, что ты должен обязательно делать. А в танцах ты должен, не должен, точнее, ты можешь делать все, что угодно, ты можешь сам почувствовать. И, не знаю, мне это более близко. И у меня был большой выбор, если я хочу продолжить гимнастику, но я решила, что спорт для меня уже это определенные рамки, и я хочу чего-то большего. В самом начале, когда начала, я очень сомневалась вообще, начинать мне это или нет, потому что я часто боюсь что-то менять, потому что я думала, что же будет со мной дальше, и вообще, как это будет происходить, и зачем я буду заниматься, и куда я вообще пойду. Когда я пошла на танцы, я, ну, первые раза три, не знаю, я сомневалась, буду я танцевать или нет. А потом, спустя недели две, я поняла, что да, я без этого не смогу больше, и буду продолжать танцевать, пока мне это нравится. Когда нет выбора, я не представляю, как можно жить без выбора, и не выбирать то, что тебе нужно, то, что ты хочешь. И, по идее, я тоже сама знаю, что мне хочется, и двигаться к чему мне хочется. Я захотела поменять свою жизнь, и она поменялась, и я считаю, что в лучшую сейчас сторону. Цель, которую он должен достичь, и цель, которая на данный момент реальная. Человек должен выполнять то, что он задумал на 100%, и пытаться этого достичь, ну, в любой ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!